Ну и вот, прошло совсем немножко времени, и порядок более-менее в огороде был наведен. Оторваны усы от клубники, земляника, я упоминала, что не образуют у меня пока усов, поживем, посмотрим. Прополотые огурцы вместе с клубничкой, земляничкой и састрой. Прорежена морковка, вот так вот. Ну а тут она с укропом, ну и укроп скоро оборвется на зимние заготовки, и будет она еще реже. Оборваны стрелки у чеснока. Прорыхлены цветочки. Прополот перец еще нужно прорыхлить. Вот так были прополотые дорожки. Бархатцы прорыхлила. Сегодня меня порадовал своим дождением портулак махровый, очень красивый, красный. А самое главное, кролики остались довольные. Наелись, но хотят еще добавки после прополки, значит прополка будет продолжаться. Ну вот, пожалуйста, вам еще добавочки морковочки. Вот такие аппараты у нас стоят по переработке зелени в удобрения, живые, я их называю. Ну вот, вы уж так не обижайтесь и не возмущайтесь, что у меня такое отношение к ним. Я очень по-доброму к ним отношусь. Ну вот так вот, смеясь, называю их. Нежно и любя. Конечно, после рассадного сезона нужно переключаться на видео другого типа, другого плана. Вот, конечно, и о кроликах тоже будет видео, ролики об их кормлении, об устройстве их кормушек, как можно облегчить их содержание. Ну и о многом другом интересном. В моем жизненном опыте. Вот. А вам желаю всего самого-самого наилучшего. До встречи на канале Мой Сад. О том, как кормить их, какую еду они предпочитают, какую твердую пищу мы им даем, что вот это за компикорм. Все вам расскажу в дальнейших видео. И начинается дождик. А работа еще не початый край. Сегодня прополка и уборка сорняков частично будет прекращена. В следующие дни буду продолжать это занятие. Вот. А вам желаю хорошей, ясной погоды, чтобы она не портила ваши планы, и все они были превращены в реальность. До встречи на канале Мой Сад.